Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория, и тут так шумно, потому что я в Испании, и тут всегда очень шумно, вон там идут дети. Друзья, я вам хочу пояснить за один момент. Короче, я записала видео про то, кому я, на мой взгляд, да, кому проще пережить эмиграцию, кому сложнее и так далее, и понеслось, конечно, в мой адрес, как всегда. Я не знаю, кто это, боты пишут или нет, в общем, неважно, я все равно отвечу. Потому что даже если это пишут боты, я знаю, что многие люди, да, настоящие вроде бы, живые. А-а-а! Опять шум! Короче, вот, я знаю, что многие люди, даже настоящие живые люди, они это подхватывают. И поэтому я все равно отвечу, как, так сказать, для всех. Изначально я не хотела эмигрировать, эмиграция, да господи, вообще не мой путь был до этого. Моменты до войны. Дело было так. В феврале 2022 года, 24 числа мы оказались в Испании. Не случайно мы сюда приехали. У меня была цель получить ВНЖ, чтобы потом беспрепятственно... О, опять моя картинка любимая. Вот, чтобы потом беспрепятственно я могла ездить к брату в Португалию. Ну, и вообще проще было ездить в Европу. Потому что тогда уже границы прикрывались. И я понимала. Мне казалось, что это интуиция. Но я теперь знаю точно, что интуиция — это всего лишь очень быстрый, бессознательный анализ происходящего. И чем больше у вас моделей в голове, чем больше вы читаете, чем больше вы знаете, тем лучше у вас, так сказать, работает интуиция, но на самом деле лучше работает аналитическое мышление. Оно выдает результат, и вам кажется, что это интуиция, да, вы что-то почувствовали. На самом деле нет. На самом деле это очень молниеносный, быстрый анализ. Короче, все события в России говорили о том, что государству явно нравится контролировать людей. Нравится, чтобы они были закрыты плотненько, за всеми границами сидели. И оно будет как бы стараться это сохранить и приумножить. И поэтому я понимала, что уже в ноябре 22-го года что-либо сейчас мы делаем в ВНЖ, либо потом будет поздно, либо очень-очень сложно. И мы сделали, приехали в январе, а в феврале, это нервный смех, поймите меня, началась война. Я сидела уже здесь. Я записала видео в первый же день, я была в шоке. Я говорила в видео, что никто не поддерживает войну. Ну что, кто может поддерживать войну? Это же бред. Выложила, естественно, видео. И тут мне понеслись комментарии людей, что я ничего не понимаю. А война это как бы классно, вообще супер. И вообще только военные объекты, и через два дня все закончится. Вот. И потом, через неделю, две, сколько там, у меня уже путаются вот эти все даты, естественно. Оно все уже было как в тумане. Потом, когда приняли закон о дискредитации армии, я поняла, что мне надо удалять мое видео. И вообще я больше ничего не смогу сказать из того, что я думаю и хочу сказать. И вот я, значит, сижу в свободной стране, где я могу говорить, что хочу, когда хочу и как хочу. И понимаю, что мне надо сейчас просто... Не пойду сейчас на учебу, чтобы договорить. И я понимаю, что мне сейчас надо всю эту лавочку прикрыть, все удалить. Мне стали писать знакомые, с которыми мы до этого что-то обсуждали в WhatsApp, в ВКонтакте. Типа, Вика, удаляй все переписки, мы удаляем все, неизвестно, что будет и так далее, и так далее. Причем писали это не только те, кто против войны, а те, кто такие вот неоднозначники, тоже мне писали. И я сижу и думаю, как мерзко, что мне сейчас придется все это удалить. А у меня есть выбор этого не делать. И у меня есть выбор остаться и говорить все, что я хочу. И я понимаю, что передо мной просто, наверное, был другой выбор, не такой, как перед теми, кто в этот момент находился дома в России. У меня был выбор реально. Просто вот прямо сейчас прикрыть всю эту возможность для себя, да, свободно высказываться. По сути, ограничить свою свободу, причем очень сильно. Либо остаться и пережить все неприятности эмиграции, которых я знала точно. У меня не было иллюзии, что если ты переехал в какую-то страну, где все классно, то у тебя тоже сразу так станет. Я все понимала. И так как для меня всю мою жизнь свобода, не пустое слово по-настоящему, не какая-то философская идея, она для меня правда важна, и она для меня одна из базовых ценностей. Я поняла, что мы даже не обсуждали это с мужем, там не было такого обсуждения, чтобы мы взвешивали за и против, как-то вот по умолчанию мы решили, что мы просто остаемся. И уже начали делать шаги к тому, что мы не возвращаемся в Россию, там поехали продать машину. Я на время закрыла видео, вот то, которое я записала 24 февраля, и мне было очень неприятно. То есть в этот момент, когда я в настройках убирала, что оно доступно для всех, мне было так противно. И я такое чувство испытывала, когда была неделю дома, уже даже не дома это считается, мне было так тревожно, и мне было вот это вот ощущение, что я не могу высказаться. Это либо будет воспринято, что я какая-то экстремистка, а правда такое ощущение, что если ты вдруг начинаешь про войну с кем-то говорить там, как будто ты какой-то экстремист и вообще маргинал. Да, это просто такое осуждение какое-то встречаешь. Ну, либо ты понимаешь, что наткнешься на какого-нибудь ультрапатриота, который может на тебя донести, то есть этот страх есть. Я читала много литературы, и я знаю про репрессии в Советском Союзе, и у меня нет никаких иллюзий насчет людей. Были до войны, что люди как-то изменились, но потом я поняла, что нет. Поэтому мое решение остаться, оно не основано на том, что что-то там, да, экономика, сложности и так далее, и так далее. Оно основано на том, что я не могу в России говорить что-то против войны, против государства, против Путина, которого я ненавижу. И это была причина, почему я тут осталась. И поэтому, когда мне кто-то пишет, типа, вот ты уехала, и теперь молчи, типа, ничего плохого не говори, а для людей, типа, если я говорю плохо про Путина, и я против войны, то я сразу против всей России и против всех людей. Это абсолютная тупость. Если люди считают, что Россия и Путин — это едино, если люди считают, что война и Путин — это и есть Россия, то эти люди больные. Ну, как можно в этом голове соединить? Так, друзья, хотела еще сказать одну вещь. Так, вот так вот люди выглядят после занятий испанским целый день и класса йоги. Хочу сказать еще одну вещь. Мне иногда пишут в комментариях, типа, Вика, Россиюшка тебя вырастила... А, нет, ты в Россиюшке родилась, она тебя вырастила, и поэтому ты не имеешь права ничего про нее говорить, критиковать ее. Так вот, первое, я не выбирала, где рождаться, дорогие мои хейтеры. Нет, нет. И уж тем более я не выбирала, где вырасти, потому что я не могла родиться, и такая, блин, черт, не тут хотела приземлиться. И как бы переехать. Ну, не могла я. Вот такое вот у меня объяснение всем и сразу. Все, спасибо, что были со мной. Всех целую, обнимаю. Всем пока, я опоздала в свой класс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok